Вот уже больше двух десятков лет Иосиф Гринберг каждое утро отправляется в небольшой подвал дома номер 32, поселка Развилка, где находится местная телевизионная студия. Я был первый предприниматель, который взвел коммерческий магазин. Но так как я в душе совершенно не торговец, я быстро плюнул на это дело. А параллельно с этим, помните, была эпоха, когда кабельные телевидения стали возникать. И вот, так сказать, здесь возникло кабельное телевидение. Я был не один. Ходили люди, которые мне помогали. То есть, если бы я здесь, конечно, ничего не смог бы сделать, это понятно. Интересная история. То есть, сколько вот здесь существует эта студия? Вот. Далеко ходить не надо. Вот бумага. Хорошая бумага. 91-го года. Это когда разрешение я получил, чтобы войти сюда в виде студии. У нас уже больше 25 лет. Повсюду награды с телевизионных и литературных конкурсов, подарки, книги, милые сердцу безделушки. Но ни они, ни лабиринты узких переходов не мешают полету мысли. Когда представляешь весь мир в сути своей энергии, которая бывает либо плотная, вот плотная энергия, мы плотные. Бывают тонкие энергии, наши чувства, мысли. Но когда понимаешь, что все это едино и все взаимосвязано, и как-то уже начинаешь потихонечку, не в один день, конечно, познавать взаимосвязь, то по-другому по жизни идешь. Этого человека хорошо знают в развилке с экрана телевизора. Он рассказывает землякам о жизни в поселке. Вы знаете, сколько желающих пообщаться с олимпийским чемпионом. И наша развилковская школа предоставила такую возможность. К славе телевизионной теперь добавилась слава писательская. В свет вышла книга Иосифа Гринберга под названием «Почти полное собрание сочинений». Я свои проблемы, они повторяются в принципе у всех людей, попробовал сделать через стихи. А эти стихи потом, я сам читал, они меня утешали. Главная идея всей книги – это утешить людей. Чтобы не так страшно, как в этом мире жить, оказывается, можно чем-то как-то утешиться. Несмотря на то, что книга вышла недавно, у писателя уже есть поклонники. Он очень умеет интересно преподнести, казалось бы, сложные такие темы. И вот если кто-то прочтет вот такое полное собрание сочинений, которое сейчас вышло у Иосифа Гринберга, здесь можно найти и для души, и для каких-то мыслей, которые, наверное, у каждого человека возникают в жизни. Вообще, даже о самом смысле жизни. Сам писатель считает книгу не собранием стихов, а скорее сборником философских притч и размышлений о происходящем вокруг. Есть в сердце точка тишины. С молитвой к ней идти должны. Коль захотите голос Бога услышать там, где шума много. До этого Иосиф Гринберг публиковался в периодических изданиях. В книгу вошли стихи, написанные в течение 50 лет. Здесь и крупные произведения, и короткие двустишья. Одно из стихотворений у меня в душе полгода шло. То есть мысль была вот об этом сказать, об этом сказать, и никак не родилась. И вдруг я пришел на работу, отработал целый день, и где-то в конце работы вдруг одним мгновением это выстрелило. Я просто сел на компьютере и напечатал. Вот буквально так, я не сидел, не вымучивался, вообще не вымучиваюсь стихи. Второй автор книги Светлана Романюк. Жена Иосифа Хаимовича ушла из жизни 7 лет назад. Вместе они счастливо прожили 35 лет. Стихи, написанные Светланой и вошедшие в сборник, – дань памяти близкому человеку. Набираешь ты сил, Россия, преподая к своим родникам. Не оттуда ли мощь твоя сила и на страх, и на зависть врагам? Поднимаешься медленно, трудно, необъятно и вдаль ты, и вширь. И хранишь свои клады поспудно до поры, как герой-богатырь. В свободной продаже книгу не найти, зато можно взять почитать в Развилковской библиотеке. Одними из первых читателей стали сотрудники заведения. Очень впечатляют стихи. И жизненная позиция. И, знаете, там есть неожиданные для себя признания, которые я выделяю, что человек прожил очень много, но еще не все. Это не конец, это только начало. Сам автор также считает, что не стоит останавливаться на достигнутом, ведь все, что он пишет, прежде всего о людях, с которыми его свела жизнь. Эта книга посвящается тем, у кого сердце больше, чем сердечная мышца. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok